всем привет друзья вы смотрите канал x-core впереди нас ждут выходные и череда интересных и захватывающих матчей поэтому сегодня мы с вами разберем помощью этой статистики один из самых ярких предстоящих поединков матч 21 тура чемпионата англии которым встретиться арсенал и манчестер юнайтед этот анализ поможет вам подобрать для себя подходящую ставку с помощью их же статистики сайта x-core напоминаю что на нашем сайте в открытом доступе есть и где для пяти топ чемпионатов а в целом мы собираем и где статистику для 75 чемпионатов используя это видео в качестве образца вы сможете самостоятельно проанализировать любой матч с помощью и же статистики и сделать грамотную ставку и так перейдем к разбору матча прежде чем приступить к анализу статистических данных давайте рассмотрим коэффициенты которые предлагают на данный матч бокмейкерские конторы для этого мы переходим на сайт bet explorer как вы видите коэффициент на арсенал составляет 2,93 на ничью 3,46 а коэффициент на победу манчестер юнайтед составляет 2,55 очевидно что фаворитом данном матче является манчестер юнайт арсенал заметно ему уступает теперь давайте взглянем на коэффициенты который выставляли конторы на предыдущие встречи этих команд открываем матч арсенал манчестер юнайтед сезоном 10 19 2020 как видите коэффициент на арсенал по линии открытия в прошлом сезоне составил 2,53 то есть прошлом сезоне арсенал также котировался ниже чем манчестер юнайт но в текущем сезоне по линии открытия коэффициент составил 2,77 что еще ниже чем в предыдущем мы видим что в текущем сезоне как и в прошлом манчестер юнайтед выступает фаворитом встречи с арсеналом и сейчас мы с помощью их статистики узнаем так ли это на самом деле чтобы найти интересующий вас матч вы можете перейти в раздел ближайшие матчи на главной странице нашего сайта сюда выводится ближайшие матчи как из топ-5 так и из остальных чемпионатов которые есть на сайте xcore так выбираем матч напоминаю что мы анализируем матч арсенал манчестер юнайтед и переходим к предматчевой статистике но прежде чем мы увидим данные по xg я хочу объявить конкурс напишите в комментариях счет с которым по вашему мнению закончится матч арсенал манчестер юнайтед если вы угадаете точный счет вас ждет приз целый месяц бесплатного доступа ко всей их же статистике на сайте xcore и где для 75 чемпионатов пишите счет в комментариях прямо сейчас чтобы выиграть свой приз но мы переходим к данным предматчевой статистике здесь есть множество разных таблиц с данными по и где история последних пяти игр каждой команды в чемпионате история личных встреч именно с них мы и начнем обратите внимание на аналогичный матч прошлого сезона арсенал также принимал своем поле и мю и обыграл его с достаточно уверенным счетом по идее мы не смотрим на фактический счет матча поскольку там могло происходить что угодно нас интересует счет по идее он более достоверно отражает картину которая складывалась на поле во время матча сезоне 2019-2020 арсенал уверенно обыграл и мю по идее а вот сезоне 2018-2019 несмотря на победу арсенала со счетом 20 манчестер судя по данным и где статистики выступил лучше однако здесь есть матчи в которых арсенал на выезде обыграл и мю и если мы внимательно посмотрим на все четыре встречи то увидим что в трех из них арсенал обыграл манчестер по и где что достаточно интересно эта информация также может помочь нам в анализе матча в одном из прошлых анализов в матче милан аталанта мы увидели что аталанта плохо выступала на выезде против напали против ювентуса и другие гранды но очень хорошо выступала против милана что закончилось разгромным для милана счетом возможно манчестер удобен арсеналу по стилю игры или по каким-то еще причинам в этом нужно разбираться целом мы смотрим на 4 игры и здесь мог просто случиться виток дисперсии все же имейте ввиду эту информацию теперь давайте посмотрим на историю последних пяти игр чемпионате арсенал показывает довольно хорошую игру канониры переиграли на выезде с аут гемптон разгромили ньюкасл однако очень плохо выступили против кристал пелос но все же арсенал выступил достаточно мощного всех остальных встречах несмотря на то что сезон начался для команды очень и очень плохо переходим к манчестеру который также демонстрирует довольно неплохой футбол хоть команда и уступила ливерпулю здесь в актив и мю нельзя занести разве что последнюю встречу несмотря на то что он был сильнее по идее дело в том что когда команда позволяет сопернику создавать так много опасности но сама при этом не создает существенно больше и отрыв pxg оказывается совсем небольшим очень часто происходит так что команда попросту проигрывает матч это и произошло у манчестера во время встречи с шеффилдом для того чтобы уверенно выигрывать матчи команде нужно набирать pxg заметно больше чем оппоненту предматчевая статистики также реализованы удобные диаграммы с помощью которых можно сравнивать показатели команд между собой однако в этом разборе мы не будем их использовать давайте перейдем турнирную таблицу где я покажу вам новый инструмент который вы можете использовать для анализа матчей но для начала мы проведем стандартный анализ матча и если вы новичок смотрите очень внимательно такие разборы лучший способ научиться работать функционалом сайта из и g статистикой действительности разбор одного матча занимает гораздо меньше времени но поскольку мы записываем данные видео для обучения наших пользователей видео с разбором получаются весьма подробными и длинными но все это исключительно для вашей же пользы итак давайте разберем матч с помощью рейтинга силы если вы не знаете что такое рейтинг силы в их же статистике переходите по ссылке в описании под видео телеграм-канал артема гамелеона читайте статью про рейтинг силы в их же статистике а также много другой очень полезной информации о ставках на спорт для начала мы смотрим на параметр и g90 и g90 но индекс как работает данный параметр вкратце можно сказать так чем выше данный параметр тем лучше игра которую показывает команда чемпионате если мы отсортируем команды по этому показателю то увидим что самой сильной команды в чемпионате является манчестер сити с показателем 2,76 во всяком случае последние 19-20 встреч сити провел лучше всех не забывайте что все эти данные результаты игр команд в прошлом и очень важно то как вы их интерпретируете разобрав последние матчи сити в чемпионате вы увидите что в этих цифрах нет ничего удивительного сити действительно играл лучше всех вас бромиджа демонстрировал совершенно отвратительную игру последних 20 встречах и это также правда то как вы будете применять эту информацию для ставок уже другой вопрос и именно этому мы учим вас на нашем канале и на нашем сайте и так мы видим что арсенал в текущем сезоне показывает довольно неплохую игру у него неплохой показатель их 90 деленное 90 но индекс который выше чем у манчестер юнайтед и если это действительно так если данные цифры отображает реальную ситуацию то ставка на арсенал которая как вы помните по коэффициентам букмекерских контор не выступает фаворитом в данном матче имеет просто колоссальный рой и даже если мы выявим что на текущий момент арсенал является равным манчестер юнайтед то есть если у нас играют две абсолютно равные команды ставка на арсенал все равно будет иметь огромный рой помните когда вы делаете ставку ваша задача не угадать победителя в матче ваша задача выбрать ставку с максимальным рой и конвертировать это в деньги на дистанции но если вы хотите угадывать победителя в матче то можете попросту ставить на фаворитов и в большинстве случаев будете правы только вот денег это вам не принесет мы учим разбираться в их же статистике для того чтобы зарабатывать ставками посмотрим как команда выступали в прошлых сезонах чтобы понимать для чего мы смотрим на результаты предыдущих сезонов вам необходимо прочитать статью на канале артема о проблемах малой выборки в беттинге ссылку на канал вы найдете в описании под видео выбираем сезон 2018-2019 и видим что манчестер юнайтед был немного сильнее арсенала который с показателем 1.06 показывал достаточно среднюю игру в сезоне 2019-2020 арсенал также демонстрировал среднюю игру а вот манчестер юнайтед показывал неплохие результаты показатель 1.95 это очень много команда входила в тройку лидеров текущем сезоне игра манчестера просела а вот игра арсенала существенно выросла несмотря на неудачный старт результаты арсенала в среднем выглядит лучше чем в предыдущих сезонах как бы парадоксально это не звучало теперь я покажу вам какой еще инструмент вы можете задействовать для анализа матчей вы можете разбирать матчи команд за определенные отрезки времени например вы можете разбирать матчи по месяцам помощью календаря можно посмотреть как команды играли например в январе мы видим что в январе у арсенала все было отлично команда демонстрировала очень сильный футбол параметр их 90 90 90 но индекс на этом отрезке составил одну целую семьдесят семь сотых в этом месяце арсенал демонстрирует футбол более высокого уровня чем манчестер юнайтед с показателем одна целая двадцать одна сотая рассмотрим данные за декабрь в этом месяце результаты арсенала также были лучше чем результаты манчестера арсенал входил в группу лидеров по данному показателю а значит и по уровню игры то есть последние два месяца начиная с декабря арсенал демонстрирует более сильный футбол чем манчестер теперь переключимся на ноябрь ноябре ситуация обстояла совсем иначе арсенал с показателем ноль целых восемьдесят семь сотых в ноябре был значительно слабее чем манчестер юнайтед обратите внимание что манчестер достаточно стабилен и в ноябре и в декабре и в январе параметр манчестер юнайтед стабилен в отличие от арсенала которого бросает в разные стороны смотрим результаты за октябрь манчестер юнайтед выступал на том же уровне а вот арсенала в октябре была катастрофа команда с показателем 0,66 демонстрировала очень слабый футбол на уровне аутсайдеров чемпионата как видите арсенал отличается сильными разбросами по игре команда может провести встречу хорошо а может и проиграть уступив по игре вот манчестер юнайтед выглядит стабильной команды которая из матча в матч демонстрирует достаточно стабильный футбол эти две команды отличаются по своей философии но мы можем подчеркнуть для себя что арсенал в последние два месяца играет гораздо сильнее как мы узнали из статистических данных у нас есть еще данные за сентябрь здесь оказывается арсенал выступил довольно неплохо его параметр 1,58 а вот параметр манчестера в сентябре был едва ли не хуже всех но не забывайте что на тот момент команда сыграла всего два матча это можно списать на неудачный старт целом же повторюсь манчестер весь сезон 2020 и 2021 был достаточно стабилен вы можете сами убедиться в этом попробовав на практике новый инструмент для анализа матчей который я вам показал с его помощью вы можете узнать как вела себя команда на протяжении всего сезона данные за 20 туров это хорошо но полезно еще и знать как именно вела себя команда на протяжении этих 20 туров от месяца к месяцу это поможет вам понять характер игры команды и провести более качественный анализ матча в дополнение давайте проанализируем матч в базе данных с помощью программы и джи менеджер который вы можете бесплатно скачать на нашем сайте ссылку на скачивание вы найдете в описании под видео вы можете бесплатно использовать почти весь функционал программы кроме функции будущие матчи что не помешает вам работать с базой данных и так давайте посмотрим как арсенал выступал дома и как прогружают на команда в текущем сезоне как видите в текущем сезоне против арсенала грузят очень много однако можно заметить что команде не везло поскольку в домашних матчах арсенал набрал по игре больше чем фактически забил здесь также вы можете посмотреть как прогружали на арсенал как видите была целая серия игр которых против арсенала грузили очень сильно однако мы с вами убедились что последнее время игра арсенала выровнялась команда показывает довольно сильный футбол и это обязательно нужно учитывать выбирая ставку на матч арсенал манчестер юнайтед манчестер в этом сезоне на выезде демонстрирует достаточно неплохие результаты и целом в гостях не проиграл ни одной встречи что еще мы можем узнать с помощью их менеджер мы также можем посмотреть как арсенал выступал дома против всех грантов за последние к примеру три сезона вводим все необходимые данные и вот что мы видим арсенал провел 47 таких встреч и против него много грузит это он играет дома то есть пул игроков совершенно не верит в арсенал именно таким образом могли быть сформированы коэффициенты какие выводы мы можем сделать из проведенного анализа очевидно что пул игроков очень не любит арсенал против него очень много ставят однако это не говорит о том что вы не можете делать на него ставку арсенал очень нестабильная команда то есть они не выглядят стабильно плохими последние два месяца команда показывает довольно таки неплохой футбол и это может быть весомым аргументом для того чтобы сделать ставку на арсенал прямо сейчас коэффициент на арсенал очень большой и я напомню вам что наша задача не угадать победителя матча наша задача сделать ставку с положительным рой именно этому мы учим зрителей нашего канала и пользователей сайта xcore мы видим большой коэффициент на арсенал и на основе анализа который мы провели можно сделать вывод что в принципе арсенал по игре выглядит достаточно уверенно они по сравнению с прошлым сезоном прибавили в игре однако команда является очень нестабильной пул игроков совершенно не признает арсенал и очень много ставит против команды сложилась целая серия прогрузов 6 матчей подряд игроки прогружали против арсенала видимо все решили что арсенал все что команде конец но в последних встречах арсенал демонстрировал достаточно неплохую игру что же друзья вот такой у нас получился анализ вы увидели как глубоко можно проанализировать матч с помощью их же статистики и можете сделать свои выводы напоминаю что цель наших видео научить вас разбираться в их же статистике и работать с сайтом xcore когда вы этому научитесь то сможете самостоятельно анализировать любые матчи и делать ставки на основании собственного анализа также еще раз напомню вам про конкурс который мы проводим пишите в комментариях каким по-вашему будет счет матчи арсенал манчестер юнайтед комментаторы которые смогут угадать счет матчи получит приз доступ ко всей их статистике на целый месяц обязательно попробуйте свои силы и напишите в комментариях предполагаемый счет и на этом мы закончим до новых встреч манчестер юнайтед